Информационная служба канала RTVI продолжает свою работу. Это международные новости. Меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте. Сегодня в Италии национальный траур по жертвам землетрясения. По всей стране приспущены государственные флаги. В результате стихийного бедствия погибли около 300 человек. Почти 400 пострадавших госпитализированы. 2000 человек остались без крыши над головой. Церемония отпевания. Это город Осколе-Печено. Он серьезно пострадал от удара стихии. Здесь и глава правительства Италии Матео Ренци, и президент страны Сэрджо Моторелло. Погибли 35 человек. Этому парню повезло. Он в инвалидном кресле, но он жив. Спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов разрушенных домов 238 человек. Чем больше проходит времени, тем меньше шансов найти выживших. Это уже другой город – Аматрича. Здесь больше всего погибших около 240. Президент Италии до поездки в Осколе-Печено приехал сюда. И его застал очередной подземный толчок. Всего авторшоков было более тысячи. Если этот мост рухнет, то Аматрича окажется оторванным от мира. Сегодня утром опять трясло, и мост был серьезно поврежден. Сейчас все силы брошены на спасение моста. Все гражданские и армейские инженеры в настоящее время работают, чтобы восстановить хотя бы один маршрут. Иначе жители Аматрича окажутся в изоляции. Итальянские власти обещают выделить на восстановительные работы по всей стране 50 миллионов евро. Землетрясение магнитудой в 6,2 произошло в ночь на 24 августа в центральной части Италии, к юго-востоку от города Перуджа. Ближе всего к эпицентру оказались коммуны Норча и Акумоли. Город Пескара-дель-Тронто практически стерт с лица земли. Подземные толчки ощущались и в Риме. Трясло Болонью на севере и Неаполь на юге. Хотя оба города находятся в 220 километрах от эпицентра. Эпицентром противостояния США и Ирана на этой неделе стал Персидский залив. Столкновение между американскими и иранскими военными моряками удалось избежать только благодаря профессионализму ВМС Соединенных Штатов. Это слова пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста. 25 августа американский патрульный корабль «Шквал» произвел предупредительные выстрелы в воду при приближении к нему катеров корпуса Стражи Исламской Революции. По словам Эрнеста, действия иранских военных были неприемлемыми, небезопасными и непрофессиональными. «Пока не ясно, какими были намерения иранцев, какие цели они преследовали, но их поведение неприемлемо. В первую очередь потому, что инцидент произошел во взрывоопасном регионе мира. Кроме того, все случилось в Армузском проливе. Там просто нет достаточного места для маневрирования, что увеличивает риски. А мы столкновений хотим избежать. И правда, нам это удалось благодаря профессионализму и мастерству наших ВМС». Ситуацию осложняет то, что между США и Ираном нет дипломатических отношений. Следовательно, нет возможности дополнительно обсудить случившееся, отметил представитель Белого дома. Джошуа Эрнест тут же напомнил, что США и Россия в случае необходимости по военным и дипломатическим каналам обсуждают те эпизоды взаимодействия вооруженных сил двух стран, которые вызывают тревогу. Вызывают тревогу Пентагона масштабные учения, которые проводит Россия на юге страны. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры прибытия подразделения артиллерийской и мотострелковой бригад Южного военного округа на полигон. Озабоченность Запада вызывает то, что маневры проводятся не только на территории России, но и в признанных Москвой независимыми государствами Абхазии и Южной Осетии. Эти грузинские регионы международное сообщество считает оккупированными, исключение Никарагуа, Венесуэла и Науру, которые вслед за Россией признали независимость Сухуми и Цхинвали. Длинные, но конструктивные. На фоне масштабных российских учений в Женеве состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств США и России. Они продолжались 12 часов. Итог разговора длиной в день. Стороны сблизили позиции по Сирии. В частности, пришли к согласию, чтобы возобновить переговорный процесс по урегулированию кризиса, необходимо пересмотреть и обновить соглашение о прекращении боевых действий в Арабской Республике с учетом турецкого фактора. Обсудили Лавров и Керри и Украину. Подробности в материале моего коллеги Владимира Унанянца. Президент Уилсон весь день принимал госсекретаря Керри и министра Лаврова. Главу внешнеполитических ведомств двух ведущих игроков в большой Ближневосточной игре целых 12 часов провели в стенах Женевского отеля, пытаясь выработать более-менее приемлемый для обеих сторон план сирийского урегулирования. Поздно вечером усталые, но относительно довольные. Джон Керри и Сергей Лавров сообщили, что им удалось сблизить позиции. Причем не только по Сирии. Определенного прогресса удалось достичь и по Украине. Во всяком случае, объявленный ранее Владимиром Путиным бессмысленным нормандский формат все же будет жить. Но главный камень преткновения – Сирия. По словам Лаврова, одна из основных тем переговоров – координация авиаударов по террористам в Арабской Республике. Понимаете, мы ведь ведем речь не о том, чтобы кто-то прекратил летать. Мы ведем речь о том, чтобы авиация, которая работает в сирийском небе, эффективно боролась и с ИГИЛ, и с Джабхатан-Нусрой. США же в лице госсекретаря Керри четко зафиксировали свою позицию по будущему территориального устройства Сирии. Мы за единую Сирию. Мы не поддерживаем независимую курдскую инициативу. Работа с ними и с некоторыми элементами курдских сил велась на очень ограниченной основе. При этом контакты с курдами велись в тесном сотрудничестве с Турцией, чтобы обеспечить полное и четкое понимание тех правил, которыми оформлялось сотрудничество с курдами. Заявление Керри хоть и косвенно, но подтвердило версию, выдвинутую некоторыми аналитиками. Истинной мишенью Анкары являются вовсе не террористы ИГИЛ, а сирийские курды. Турецкий же президент пытается играть на всех фронтах, внешних и внутренних. Договаривается с Москвой и США, теснит курдов и ИГИЛ в Сирии, арестовывает несогласных, наводит мосты через Босфор. В Стамбуле прошла торжественная церемония открытия новой транспортной артерии имени султана Явуза Селима, третьего по счету моста через пролив. И Эрдоган, которого многие подозревают в желании обладать тем же титулом, что и Селим, решил сделать поистине султанский жест. До конца месяца турецко-поданные и гости Стамбула смогут пользоваться двухкилометровым шедевром инженерной мысли совершенно бесплатно. Владимир Унанянц, RTVI. Пока в Турции наводят мосты постпредсирии при ООН, Башар Джафари делает заявление, которое наносит очередной имиджевый удар по Эрдогану. Заявление это письменное. Джафари отправил письмо к Генсеку Организации Объединенных Наций. В послании сказано, что автоколонны, перевозившие террористов, пересекла турецко-сирийскую границу в провинции Идлиб. Кроме того, Джафари утверждает, что турецкие военнослужащие, проникшие на территорию северной части провинции Алеппу 1 августа, занялись строительством складов оружия, а затем якобы передали их террористическим группировкам. Дамаск с 2011 года направил в секретарят ООН более 600 подобных писем. Однако ответа нет ни на одно из них. В общем, письма, разговоры, мосты, щит Ефрата. И на этом фоне новый видеоролик от исламского государства. Террористы распространили кадры расправы над пяти у курдскими заложниками. Убийц тоже пятеро. Тунисец, узбек, британец, египтянин и курд. И все они дети. Британский юный палач носит имя Абу Абдала Аль-Британи в честь другого террориста, уничтоженного некоторое время назад. Тунисец на видеозаписи утверждает, что война с курдами еще не началась. И что ни Великобритания, ни Франция, ни Германия, ни Америка курдов не спасут. Самоубийство заснято, но мы не станем показывать эти шокирующие кадры. Отмечу, что головорезы и игиловцы активно используют детей в качестве палачей. Это далеко не первый случай. Не менее 12 несовершеннолетних выступали в роли убийц-заложников. Всего в ряда группировке как минимум полторы тысячи детей из разных стран. И к предвыборной кампании в США. До президентских выборов остается 10 недель. Оба кандидата, и Хилари Клинтон, и Дональд Трамп стараются заручиться поддержкой избирателей. Республиканец Трамп вынужден изменить риторику. Теперь он взывает к афроамериканцам в попытке настроить их против своей соперницы от лагеря демократов, которую поддерживает большинство из них. Адиозный политик вынужден завоевывать и симпатии латиноамериканцев, Трамп по-прежнему собирается построить стену на границе с Мексикой, однако отказался от обещания депортировать миллионы нелегалов. Хилари Клинтон настаивает, что Трамп слишком невежественен и непредсказуем, чтобы ему можно было доверить руководству страной в период политического кризиса. Разрыв между кандидатами, между тем, сократился, по некоторым данным, до 5%. Клинтон по-прежнему впереди. Но вот, как выяснилось, верят в искренность бывшей первой леди только 11% опрошенных, а у Трампа этот показатель выше, почти 20%. В России тоже готовятся к выборам, но в Госдуму фаворит «Единая Россия». Правящую партию возглавляет премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев. СМИ вспомнили о том, что перед предыдущими выборами лидеры страны обещали, Россия окажется в пятерке лидирующих экономик мира и зарплаты увеличатся в полтора раза. По ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, Россия осталась на шестом месте, как и была. А по номинальному ВВП в долларах скатилось с девятого места на двенадцатое или тринадцатое. Но, по мнению аналитиков, это никак не повлияет на результаты выборов в Госдуму. Голосование состоится 18 сентября. Отдать голос за ту или иную партию граждане России смогут и за рубежом. В консульстве в Нью-Йорке, к примеру, избирательный участок будет работать с 8 утра до 8 вечера. С собой нужно принести только паспорт. Зарегистрированы 14 партий. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Парнас», «Партия Роста», «Гражданская сила», «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Российская партия пенсионеров» «За справедливость» и «Зеленые». Как раз «Зеленых» лидер ЛДПР Владимир Жириновский между делом назвал псевдооппозиционной партией. В ответ глава партийного списка «Зеленых» Олег Митваль упрекнул политика в том, что тот катается на Мерседесе за деньги бюджетников. Разразился скандал. Владимир Вольфович наградил оппонента большим количеством нелицеприятных эпитетов. Митваль потребовал снять ЛДПР с выборов. О том, как предвыборная кампания отразилась на жизни семьи, Митваль рассказала в эксклюзивном интервью RTVI дочь Олега Львовича Алиса. С 19-летней студенткой МГУ общалась Екатерина Кутрикадзе. По поводу вашей компании, компании вашего отца, за время, что он ведет политические дебаты, вообще предвыборную кампанию, вы ощутили в семье какое-то напряжение? О чем вы говорите друг с другом? Что вас особенно занимает или что беспокоит? Есть какие-то такие вещи? Когда у папы был конфликт, вот, например, с нашими и прочее, когда к нам приходили с обыском, когда к моей пожилой бабушке приходили с обыском, мама попала в больницу на нервной почве. Бабушка у меня пожилая, папа единственный сын, он как бы рос без отца, и она очень сильно за него переживает. Конечно, все за него волнуются. И, например, возможно, даже когда я была помладше, я не хотела, чтобы он продолжал заниматься политикой. Но сейчас я его абсолютно по всем вопросам поддерживаю. Полная версия интервью на сайте rtvi.com. Оптимизм – это недостаток информации. Как же права была Фаина Георгиевна Раневская? 120 лет назад, 27 августа, в Таганроге родилась Фанни Гиршевна Фельдман. Еврейская девочка превратилась в одну из величайших русских актрис 20 века и королеву второго плана. В кино она играла не так часто, как в театре, говоря, что деньги съедены, а позор остался. Вообще ей приписывают множество фраз, большинство из которых стали крылатыми. Незадолго до смерти Файна Георгиевна написала, когда умру, похороните меня и на памятнике напишите умерла от отвращения. А запомнилась она яркими эпизодическими ролями, сыгранными блистательно с юмором и только ей, грандиозной Раневской, присущим характером. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на нашем сайте rtvi.com. А я с вами прощаюсь и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин